Сегодня мы пробудем над техникой, побросаем по кольцу, больше как бы это время посвятим, ну а дальше уже среда, пятница по расписанию. Ну получилась такая ситуация, что многие ребята не уехали из Харькова. И естественно и клуб баскетбольный не уехал из Харькова, он остается в Харькове. Поэтому конечно же решили собраться все вместе из тех ребят, которые есть в Харькове и собрать поединую команду с тем, чтобы играть дальше в чемпионате. У ребят желание огромное, у нас желание в этом плане огромное. Спасибо большое городской администрации и ректору нашего университета политехнического, которые как бы тоже поддержали эту идею. И мы попробовали заявиться в чемпионате для того, чтобы можно было дальше продолжать двигать наш баскетбольный клуб, которому уже 33 года. Тяжелая ситуация в Харькове очень на самом деле. Когда позвонили, сказали, что будут собирать команду, было удивление такое легкое, думал, как это возможно вообще, кто тут остался. Но потихоньку начали собираться, подъезжать ребята, там возвращаться кто-то, кто-то местные. И начали тренироваться, то есть довольно-таки тяжело, очень тяжело изначально было. Долго не играли, сколько? 8 месяцев, получается, не было сезона. Как бы в этом плане тяжело. Но вот отыграли тур. Классно вернуться, это классно вернуться в баскетбол, в эту атмосферу, к товарищам, к тренировкам. Как бы классно это все. Сыграли довольно-таки неплохо, очень, как бы 1-1. Хотелось бы выиграть, но относительно наших тренировок и возможностей, это очень хороший результат. Мы классно сыграли. Будем теперь тренироваться, смотреть ошибки, над ними работать. И думаю, дальше будем показать только лучше. Поэтому вот туда крутить печь, вот туда крутить печь. Давай. Хорошо, хорошо. На этот сезон мы ставим задачу, самое главное, как сохранить команду. Почему? Потому что, несмотря на все те условия, с этой ситуацией, которая сейчас в стране происходит, на военные действия, на войну саму, хотелось бы, конечно же, чтобы команда все-таки сохранилась и осталась все в том виде, в котором она была и довоенная, в период времени. Первые игры прошли достаточно интересно для команды. В первой игре ребята сыграли в овертайме, не сумели удержать счет, проиграли в овертайме игру. Но зато во второй игре они сумели перестроить свое понимание игры и, естественно, добились победы, более уверенной победы добились над командой Сумского державного университета. Результат игрой, сказать, довольный-недовольный очень сложно. Почему? Потому что в этой ситуации, когда ребята тренируются в условиях города Харькова, где есть постоянные тревоги, где есть постоянные прилеты вражеских каких-то снарядов, то, конечно же, сейчас говорить о том, чтобы здесь добиться супервысокого результата в плане подготовки, очень сложно, очень проблематично. То, что ребята сейчас уже выходят тренироваться и выходят играть, это уже практически с их стороны какой-то подвиг, какой-то героизм своеобразный, который дает правые возможности, конечно же, смотреть на их игру немножко другими глазами. Они старались, они боролись, они хотели доказать, что они не сдаются, что они держатся. Но они сумели это сделать, за что и благодарен, и они молодцы. Задача на сезон, конечно, подняться, ну, задача номер один, это выйти в плей-офф, это 100%, выйти из группы, это задача минимум наша. Максимум, конечно, занять побольше места, повыше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!